В минувшее воскресенье на конгрессе Центрийской партии Эдгар Сависар сохранил за собой место председателя политической организации. Прошедший конгресс мы сегодня обсудим в нашем утреннем эфире с редактором портала russ.err.ie Виктором Сольцем. Доброе утро. Доброе утро. Виктор, выборы все-таки были внутрипартийными, но кампания развернулась действительно достаточно агрессивно. Это я имею в виду сейчас и то, что происходило в средствах массовой информации, как тех, которые лояльны Центрийской партии, так и, в общем-то, общереспубликанских. Там тоже Центрийская партия не сходила со страниц газет. Как и то, что говорили про делегатов, что их меняли чуть ли не до съезда тех, которые собирались голосовать за кадры Симпсон. Оправданы ли были такие, можно сказать, агрессивные методы для того, чтобы выиграть внутрипартийные выборы? Да, действительно, борьба разразилась не шуточная. Никто, наверное, не ожидал этого заранее до конгресса, за полгода до конгресса. И вот интересная борьба развернулась, что все республиканские газеты, прямые трансляции, все порталы, все. Такого, например, когда был конгресс реформистской партии, где был один кандидат Ави Рейвос, наш портал поставил одну новость, что он стал председателем, и все. Там вообще-то было очевидно, там не было из чего выбирать. А тут вначале казалось, что у Симпсон вообще нет никаких шансов, и многие политологи и букмекеры предполагали, что СССР либо назначит преемника, либо что-то случится по здоровью, уйдет. Только вот в таком случае может произойти смена власти у центристов. И тут в борьбе вязалась кадра Симпсон, и оказалось, что она не блефует, а в принципе заручилась солидной поддержкой. Совсем небольшое преимущество получило в итоге СССР 55 голосов. А борьба, да, действительно использовались различные методы, особенно в партийной прессе, из которой, я так понимаю, Кескнядал пяли на столице, практически изгнали сторонников кадра Симпсон, последние там, особенно недели две, либо они появлялись там, но им делали черный пиар уже. Говорит ли это о том, что тех делегатов, которые должны были приехать на конгресс с андрейской партией, нужно было мобилизовывать, и вот эта вот внутрипартийная демократия требовала каких-то чуть более жестких мер, нежели просто проведение кампании, убеждения, разговоры с делегатами и прочее. Ну, как оказалось, мог решающим стать каждый голос, и вот всего же должно было принять участие 1090 делегатов, а голосовало 1027. И получается, что там могли вот в этих, которые делегаты не пришли или не получили избирательный бюллетень, они могли быть как сторонниками кадра Симпсон, так и сторонниками Эдгара Сависара и вообще повлиять на исход голосования. 55 голосов — это все-таки победа или это такая победа очень шаткая, после которой стоит задуматься, и шаткая настолько, что в любой момент ситуация может измениться? Ну, как сторонники Сависара говорят, что даже один сантиметр — это победа, если ты опередил, если мерить спортивными мерками. И сейчас, я так понимаю, что есть вот и в стане сторонников Сависара, ну, не раскол, а, скажем так, разделение на два варианта пути, которые можно пойти. Один — это вот, ну, грубо говоря, начать мстить и вот там прессовать тех, кто голосовал за кадры Симпсон и вот всех входящих в ее лагерь. И второй вариант — это начать диалог, то есть поняв, что действительно 50-50 ситуация в партии, что начать какое-то конструктивное взаимопонимание. И об этом, кстати, говорила уже Яна Тома, которая стала зампредседателем, что вроде мы не будем оппозицию там обижать, а будем пытаться найти диалог. Но, с другой стороны, в партии есть и, ну, например, Хеймарленг, который вот хочет там действительно так как-то наказать вот за бунт в партии людей. Яна Том стала действительно вице-председателем, выбор вице-председателей удивил. Ну, очевидно, что это не случайные люди, очевидно, что это достаточно лояльные Сависаро политики. Это линия обороны между председателем партии и правлением партии, где действительно ситуация 50 на 50. 50% сторонников в кадре Симпсон, 50% сторонников Эдгара Сависара. Или это, так сказать, те люди, которые должны будут наводить порядок на местах, ездить в округа и доносить волю председателя до людей, живущих где-то за пределами Таллина, где есть Эдгар Сависаро? Ну, выбор не удивил, то есть понятно, что он назначил лояльных людей, и вчера кадре Симпсон сказала, что тоже бы, в принципе, назначила тех, кто из ее лагеря был, назвала ее четыре имени, и они все входили в штаб ее поддержки. Но, с моей стороны, было бы лучше, наверное, для внутреннего партийного климата, если бы один вице-председатель представлял все-таки другую сторону. Тогда можно было бы говорить, что вот есть какой-то вариант к диалогу. Будут ли ездить на места? Ну, вполне может быть такое. Я на том уже это показывал перед выборами, когда посещала активно Нарский округ и не давала указания, но, можно сказать, проводила разъяснительную работу. И вот на нашем портале тоже было интервью с председателем Нарского округа. Буквально после объявления результата выбора позвонили ему и спросили его о том, не боится ли он там репрессий. Ну, в принципе, отнесся к этому по-философски, что будет, то будет, если захотят что-то сделать, то сделают, но надеются, что не будут. Вот 8, 12, 16 лет в оппозиции это нормально, считает Эдгар Сависер, об этом он сказал как раз во время Конгресса. Вместе с тем, ну, очевидно, что видны центристы, такие как Юрий Ратас, Кадри Симпсон и другие центристы, которые набрали большинство голосов на выборах правления партии, устали быть в этой оппозиции. И, собственно, поэтому и появилась кандидатура Кадри Симпсон в числе прочего. Хватит ли у Эдгара воли и, в общем-то, авторитета убедить сейчас партию в том, что его курс правильный или после муниципальных выборов ему снова бросят вывозов на Конгрессе. Естественно, когда будут парламентские выборы, появится другой кандидат в премьер-министры, как это уже было, когда Кадри Симпсон изъявила желание баллотироваться. И Эдгару придется вновь постоянно отстаивать свой лидерский пост. Ну, на муниципальные явно поведет Эдгар Сависар в партию и дальше будет зависеть от итогов этих выборов муниципальных. Если он опять выиграет там с огромным преимуществом, возьмет Таллинн, то, наверное, он продолжит дальше свою деятельность в качестве лидера партии. Симпсон тоже есть что заказывать на муниципальных выборов. То есть там как раз Эдгар Сависар бросил, что она даже в Пиарну не может выиграть. Я думаю, что он теперь мобилизуется и попытается... Ее судьба, в общем-то, зависит от того, станет она мэром Пиарну или нет. Да, то есть она теперь должна все силы бросить на Пиарну. А что будет через 4 года, ну, тут еще же есть такое, что против Эдгара Сависара предъявлено ему подозрение. И там вполне может еще вот этот фактор повлиять как-то, развиваться будет это дело. Ну, вполне-вполне, вот может появиться через 4 года еще одна новая кандидатура. То есть позиция Эдгара Сависара в партии, она сейчас не непоколебима? Нет, нет. Постоянно, я думаю, будут какие-то попытки предприниматься. Бросить ему перчатку и вот ослабить влияние. Редактор портала rus.err.ie Виктор Сольц был у нас сегодня в студии. Спасибо, что пришел. А мы сейчас продолжим наш эфир культурными новостями. Расскажем о тех событиях, которые ждут вас в Эстонии на этой неделе.